Угас совершенно заслуженно, потому что читатель не такой дурак, и он понимает, что ни в либеральном, ни в отечественном лагере читать нечего, и уходит. И он совершенно адекватен читать сегодняшнюю ситуацию. Вы знаете, внимание читателя сейчас продолжается 10 секунд. Есть такой мессенджер, называется Snapchat. Это тот самый мессенджер, который сначала хотели купить за 3 миллиарда, а ребята не продали, а сейчас он стоит немыслимое количество денег. И распространяется как самый популярный мессенджер, например, в Скандинавии. Суть его в том, что внимание 10 секунд на все. После этого любое сообщение просто стирается из памяти этого мессенджера, как ненужное. 10 секунд. Я вам скажу так, что современный писатель не может удержать и 50 секунд в час. Ему нечего предложить. А может быть здесь не только текст, какой-то видеоряд, фото, музыка, все вместе? Ну, если только этот видеоряд все возьмет на себя. То есть, если нет текста, изначального интереса к тексту, конечно, его можно усилить и видео, и сопровождением, и чем угодно. Но мой текста нет, и купив книгу без взряда всякого, то читается, пролистав, понимает, что его обманывают, а ему не хочется быть обманутым. И вот какое-то время печатать, участвую в литературном процессе, потом я перестала и поняла, что после какого-то момента тебя не пускают, дальше ты не пройдешь. Куда дальше? Куда надо идти? А, куда нужно идти, понимаете? Если ты не принадлежишь к плану, не важно, к кучевническому плану или к либеральному плану, у тебя нет возможности не напечататься, не дойти до читателя, невозможно тебе будет. Поэтому это как бы подразумевает принадлежность какой-то нынешности. Если ее нет, ну ты не попадешь к читателю, в конце концов. И даже здесь вопрос не в христиже, не в дремях, а ну исчезает смысл. Ну, зачем это делать, если ты все равно не дойдешь до читателя. Потому что все контролируется, ни одной группе вот это не бывает. Я думаю, вы сильно преувеличиваете влияние каких-то группировок на творчество. Ну, не на общество, а на внутри писательскую джеку. На общество они практически не влияют, ни одни, ни други. Потому что общество давно уже без них отходится спокойно. Вот у меня был один товарищ, он был в лагере демократов, или как его. И написал какую-то статью по книге, которую издал ваш покорный слуга. На развороте он написал в независимой газете. И тогда Третьяков был главный редактор. Он написал покаянное письмо, что вот на странице нашей газеты проник Росляков, хотя он там работал. И я, говорит, отныне, как говорится, даю зуб, он никогда не будет больше печататься в нашей либеральной прессе. И его запретили, действительно. Потом он стал работать в газете «Завтра». И разоблачил какого-то архангельского мужичка, который оказался другом Проханова. И Проханов написал покаянное письмо, что никогда уже Росляков не будет печататься на страницах патриотической печати. И с тем пора он не печатался ни в демократической, ни в патриотической печати. Категорически его отопшида выгнали. Но есть сайт Александр Росляков, давайте набрать. Очень популярный, с болью пишущий писатель. Он живет, не тушит. И выгнанный из всех лагерей с позором и бичеванием, он, в принципе, процветает сам по себе. Вы не можете считать, что кто-то может сам по себе что-то нести читателям без всяких лагерей? Да, можно, наверное, и так идти в интернет-пространство и оттуда уже создавать свои... Ну, только там, да. Так, но все равно, любому, наверное, писателю, кто были начинающим, хочется поддержки. Поддержки? Да, одобрения, как сказать, в конце концов, каких-то, ну, не знаю, видимых выражений успехов. Никто может быть в этом и не сознает. Все хотят получать премии, хотят быть признанными, хотят, ну, хотят. Даже если не скажут вам этого вслух. А ты понимаешь, что для этого можно быть смирным, нужно выполнять требования лица какой-то и... Почему? А если этого не было, ты обречен? Ну, это, в общем, не новое. Я вот сейчас выступал на вечере, посвященном творчеству Кирилла Кавальджи. И сказал, что в советское время была такая каста, Назвалось это странным словом «Перекрестное опыление». То есть вся редакция журнала «Юность» один раз печаталась в журнале «Огонек». Один раз печаталась в журнале «Октябрь». Один раз печаталась в журнале «Новый мир» в год. Ну, и взаимно вся редакция, и там пишущая, разумеется, редакция того же, допустим, «Октября» печаталась в «Юности», «Из Нового мира» печаталась в «Юности». И это «Перекрестное опыление» занимало 80% как минимум площади всех журналов. То есть не было журнала, где не было бы стихов, например, Натана Злотникова, а он был запад делом поэзии журнала «Юность» и секретарем портогранизации. И его печатали во всех журналах обязательно, одна подборка. И главный редактор журнала «Огонёв поэзии» некто, ну, бог его уже, я не помню фамилию, но он поставил рекорд, он издал 45 книг в год поэтически. То есть вот эта касса была всегда, а осталось 2-3 имени. И эта увлекаться чересчур всеми этими борьбой, это не стоит, мне кажется, эффективно. Просто уходит время ни на что. Просто в какой-то момент, в чем я, например, перестала печататься и участвую в литературной жизни, я просто потеряла к этому интерес и поняла, что если ты не входишь ни в какую группировку, ну, нет смысла. Просто ты не дойдешь ни до читателя, ни до предела того, чтобы... Не, ну вот сейчас, не секрет, каждый может проследить, сколько у него читателей, да? Сколько прочло его страничку, сколько зашло на его блог там и так далее. То есть это не зависит ни от какой группировки, это зависит только от того, кто заходит на это. Выходить вот в это интернет-пространство, это то, что, своего рода, как нырять в толпу. Да, там что-то может быть, особенно уйти на какой-нибудь рисунок стихиру или кто за руку. Ну, это как-то не очень серьезно, мне кажется, потому что... Не, ну вы прекрасная поэтесса, вам никто не нужен, кроме вас сомнений у ваших стихов. Если у вас есть читатели, а их у вас, наверняка, будет и есть уже немалое количество, никто вам не нужен, убираю вам, никто, кроме стихов. Ваши стиховы, читатели, вы можете обращаться напрямую к народу. Как было в Древнем Риме, так сейчас стало. Ну, я думаю, что посетители вот этих ресурсов стихи Ру, Роза... Почему Ру? У вас есть имя Ирина? И этого достаточно. Вот есть прекрасная поэтесса, Саги ее звать. Она живет в деревне вообще, в Саратовской области. Да, да, я знаю. Она потрясающая поэтесса, я ее обожаю. У нее приходит тысяча читателей каждый день. Я убежден, что ее ждет прекрасное будущее. Потому что она гениальная поэтесса. Вы тоже гениальная поэтесса, и этого достаточно. Никто вам не нужен, абсолютно никто. Никакой секретарь, никакой союз ни с кеми, ни с теми, ни с другими не встретили. Увряю вас. Никто не нужен. Ну, в какой-то момент мне показалось, что это не нужен. А сейчас там вам не нужен. Может быть, это и так, но можно? Нет, нет, никто не может. Нужны только вы и желание донести вашу поэзию для людей. Вот и все. Этого достаточно. И более того, есть механизмы, есть способы это делать. Это вам не нужно. Только нужный барь, само это дело, неустанно, и все. Здесь зависит только от вас, ни от кого другого. Здесь никто не нужен. Это просто какое-то заблуждение, что кто-то, какое-то объединение, как-то поэты всегда немножко завистливые, они всегда ревнивые. И они никогда не слушают, что им говорят. Вот ваши прекраснейшие комментарии. Вы думаете, они как-то повлияли на того же Сергея, как с гуся вода, я с ним говорил. Никакого он даже их не слушал. Я их слушал, а он их не слушал. Потом я говорю, ну ты слушал, что тебе сказала Ирина? Он говорит, нет, я не знаю, мне индией. Я как был, как так буду писать, так и буду писать. Я говорю, ты неправильно употребляешь русские слова. Раскинуть можно умом, а не глаза. Раскинуть глаза – это не по-русски. Просто не по-русски. Вот именно по-русски? Да, а он говорит, я это не хочу вас даже и слушать. А чего с ним объединяться? Какого рожна? Если вы это слышите и хотите ему объяснить, а он это не слышит, зачем вам объединяться с ним? Поэтому я и решила, не страшно. Не надо, вашего решения достаточно. Ни силы, ни время. Все, это невозможно.